Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Вчерашняя тема по поиску себя, я смотрю, получила большой отклик, поэтому мы ее продолжим, ну и, конечно же, расширим, потому что важно понять не просто, кто я или кто ты, кто каждый из нас, но и сделать так, чтобы это понимание было стабильным и чтобы оно расширялось. Потому что бывает, действительно, человек в какой-то момент получил озарение, осознание, кто он, но потом под действием каких-то других жизненных обстоятельств это озарение может быть потеряно. То есть, например, человека что-то сильно подавило или кто-то сильно подавил, и он теряет свое жизненное вот это состояние и начинает снова опускаться по эмоциональным тонам. Поэтому, когда я говорю с людьми, я им рекомендую всегда заниматься духовной практикой на постоянной основе, потому что какое-то суиминутное осознание, оно не всегда приводит, скажем, к тому, что жизнь у него коренным образом меняется. То есть, коренные изменения в жизни происходят тогда, когда человек действительно получает озарение и делает практику свою постоянной. То есть, это может быть уделение практике каждый день какое-то время, и постепенно это расширяется до того, что практика входит в жизнь и становится таким естественным процессом. То есть, для меня, например, естественно быть здесь и сейчас, то есть в настоящем моменте, и создавать пространство любви, гармонии и счастья. Если даже что-то меня выбивает из этого, то есть может быть действительно какое-то сильное подавление, то я возвращаюсь в это состояние, то есть улаживаю подавление и возвращаюсь в состояние, чтобы вновь быть здесь и сейчас и помогать себе и другим людям. Вот такова моя жизненная позиция. То есть, это я считаю как раз и есть улучшение качества жизни. То есть, почему я именно так говорю? Потому что жизнь, она заключается не в количестве прожитых лет в одном теле, а в качестве. То есть, потому что если качественная жизнь, то можно прожить до 20 лет гораздо лучше, чем 100 лет, но некачественно. Поэтому, когда я говорю о качественной жизни, это прежде всего состояние гармонии и счастья, то есть состояние свободы, осознанности. И, конечно, состояние здоровья, как физическое, так и духовное. Духовное состояние здоровья заключается за счет того, что человек убирает у себя в уме вот эти негативные заряды, которые у него накопились, как с малых лет, то есть с рождения, когда было много, возможно, подавления от родителей, воспитателей, учителей. Так и это может быть, конечно же, те случаи, которые накопились в прошлых жизнях, потому что там действительно очень все серьезно. Там был ад, то есть в настоящем его понимании, не так, как его там рисуют в книжках, как пекло где-то под землей, а очень много было действительно подавления и сильных таких вот негативных эмоций. И все это, конечно, накопилось, записалось, и так как духовное существо, оно использует ум для общения с физической вселенной, то оно все эти картинки, все эти восприятия носит с собой. И оно все, можно сказать, вокруг нашего тела находится. Когда мы это все чувствуем, видим, то это может чувствоваться как давление, как какое-то такое непонятная эмоция, вдруг откуда-то приходящая. Раз, и шел по улице, вдруг почувствовал какое-то горе или печаль или страх. Все это, оно как раз приходит из ума. То есть это мы, я даже не говорю сейчас, чей это ум, мой ум, твой ум, все это на самом деле заряд, он такой переходящий, то есть он может быть, переходить от одного человека к другому. Поэтому и говорят про заразность такого заряда. То есть мама может передать его сыну, отец, там, маме или… Ну то есть это все переходит от одного человека, потому что мы свои негативные эмоции, бывает, выливаем друг на друга. Вот. И что я хочу здесь отметить, что это можно убрать. То есть это не для того, чтобы здесь, для того, чтобы, ну скажем так, другому посылать. Это для того, чтобы уладить это, убрать этот негативный заряд и сделать себя счастливым и здоровым. А когда сам счастливый и здоровый, тогда помогаешь и другим. То есть поэтому этап познания себя, он такой постепенный. То есть познаешь себя все в большей и большей степени. И все в большей степени становишься собой, именно собой чистым, открытым, как сознание. Вот. И существует такое, скажем, состояние, оно называется clear, чистый. То есть когда человек становится чистым, у него ум такой, ну скажем, прозрачный, да, то есть и он может свой ум урегулировать самостоятельно от этой точки. Поэтому моя цель привести как можно больше людей к состоянию clear и к состоянию полной свободы, которая идет уже за состоянием clear, когда человек движется по мосту и получает свои озарения, то есть получает те понимания, восстанавливает свои истинные способности, которые действительно дают ему возможность быть счастливым и радостным. То есть потому что все в нас есть. Способности даже не нужно бывает. Ну, тренировки, конечно, важны, то есть чтобы наработать какие-то навыки, но многие вещи сначала нужно восстановить, убрать, то есть чтобы пробудилась то наше естественное способность к яснопониманию, к ясновидению, к яснослышанию. И вот тогда мы будем действовать как единое целое, как единый организм, как человечество в состоянии единства, радости и счастья. Поэтому, друзья, кому эта тема интересна, я буду рад вас видеть в друзьях. Мои контакты будут под этим видео в описании. Если видео вам понравилось, поставьте «нравится», подпишитесь на мой канал и поделитесь этим видео с друзьями. А колокольчик там внизу для напоминаний. Также рекомендую прочитать мою книгу «Мир и вечного познания». Она тоже будет по ссылке в описании к этому видео. На сегодня это все. Буду рад вашим комментариям, общению. И до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok